Зловонный запах и тараканы. Новоуренгойцы жалуются на соседку, которая, по их словам, сделала из своей квартиры настоящую помойку. Они утверждают, женщина собирает мусор и складирует его у себя дома. Жить в грязи среди насекомых и неприятного запаха они больше не намерены. Коллективно написали жалобу, ждут результатов. В ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Ситуация Афган. Жильцы дома по улице Ленинградской 6А уже много лет борются с соседкой, которые, по их мнению, превращают их в жизнь в варь. Они уверяют, женщины постоянно приносят из мусорных баков различные предметы и вещи. И именно поэтому в подъезде с ней зловонный запах. Обовсюду тараканы. Тет Тамар. Дверь горожанка не открывает. По словам жильцов, и к соседку Тамару они периодически встречают у мусорных баков. Домой она приносит несколько пакетов с мусором. И это странное увлечение, конечно, не взволновало бы ее соседей, если бы не последствия, с которыми пришлось столкнуться. Неприятный запах в подъезде и насекомые. А на попытку сделать замечание следует агрессивная реакция. Она уже здесь проживала. Ну и потом я уже узнала. Ну сначала не понимала вообще, кто это и что это. И смотрю, и запахи, и тараканы. Не понимала сначала. А потом она открывает дверь и веником просто их выгоняет из своей и нам туда, под дверь. Светлана Данилова живет с пенсионеркой на одной лестничной площадке. На протяжении 15 лет ее семья вынуждена сталкиваться с курьезными, а порой и с неприятными ситуациями. За эти годы чего только не повидали, уверяет девушка. Она написала на стене, не знаю, как это говорить, не говорить. В 56-й проживает дочь Клинтона. И тут она выходит, я ей говорю, тетя Тамара, вы зачем это сделали? Что получилось вечером, она мне глазок заклеила фикарями. У каждого из присутствующих найдется пару неприятных историй. На одних бросалась с веником, а то и бывало с топором. Другим мешает спать теплыми летними вечерами, выкрикивая нецензурные выражения. Самая распространенная – рваные счета и корреспонденция. Соседка достает их из почтовых ящиков, рвет и разбрасывает по подъезду. Приносит кританцию к обеду. Мы уже приходим, они все валяются разорванные вот здесь. Очень редко, когда можно схватить, успеть кританцию. Старожилы дома говорят, Тамара не всегда вела социальный образ жизни. Особо общительной не была, но и жить не мешала. Сейчас смело приходит к выводу – женщина одинока и нуждается в специализированной помощи. Это человек пенсионного возраста, человек работал. У нее нет родственников, ни близких, ничего. Почему она страдает и должна жить в таких условиях? Соседкой не раз пытались поговорить сотрудники коммунальных служб. У женщины большие долги порядка 300 тысяч, а также участковые и специалисты Центра социального обслуживания. Мною сделан выезд неоднократно по этому адресу в разное время с целью хотя бы пообщаться с ней на тему нуждаемости ее в социальном обслуживании, потому что, судя по обращениям, она в нем действительно нуждается. Но поскольку соседи терпят неудобства уже не первый год, больше откладывать решение проблемы не намерены. Мы отправили жалобу, обращение, заявление. Видите, как мы даже написали, потому что, как назвать наш уже крик души, мы не знаем. И в прокуратуру Нового Рингоя, мэру города Нового Рингоя, начальнику Роспотребнадзора, начальнику отдела МВД отправили, так как у нас тоже она агрессивно себя ведет. В настоящее время данное жилое помещение такого требуемого размера отсутствует. Данный вопрос взят на контроль. И при наличии жилого помещения данного размера требуемое, будет направлена информация наимодателю для дальнейшей работы и передачи искового заявления в суд. Врачи и психиатры называют страсть к патологическому накопительству тревожным симптомом. За синдромом Плюшкина может скрываться болезнь куда серьезнее. И для того, чтобы человека принудительно госпитализировали, необходимы два фактора, поясняет директор Государственного правового департамента по Ямалу Дмитрий Погорелый. Если женщина представляет угрозу для себя и для окружающих. С точки зрения защиты своих именно жилищных прав, можно подать коллективный иск такой в суд. И уже, как я вам сказал, в судебном порядке непосредственно ставить вопрос о возложении на такого жильца обязанности по уборке мусора. Это первый вопрос. Второй вопрос. Поскольку жилье социальное, то тогда органы местного соуправления вправе предъявить к такому собственникам иск с предоставлением другого жилого помещения. Нужно собраться всем миром, если оно действительно мешает такими действиями. Написать коллективное письмо, например, на имя главного врача ПНД. И уже, как говорится, наша служба уже займется этим вопросом. Ответ на жалобу новоуренгойцы получили. В письме от администрации города Новоуренгой написано черным по белому. Проводится работа по определению жилого помещения для переселения в судебном порядке. В психоневрологическом же диспансере готовят исковое заявление в суд на психиатрическое освидетельствование. Однако, как будет дальше развиваться эта история, покажет время. Алена Ядня, Богдан Джителев, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова